МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ряд социальных пособий и выплат можно получить только на карту МИР. Об этом напомнили в Минтруде. Оформить ее придется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на 2-го, 3-го и следующих детей, если она предусмотрена в регионе, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей в возрасте 8-17 лет. Пенсии и других выплат от пенсионного фонда. Пособия по безработице. В Минтруде подчеркнули, что кроме банковской карты, выплаты можно получить на счет, к которому не привязаны карты, а также почтовым переводом. Пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя. Единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы, говорится в сообщении Минтруда. В Сарове прошла профилактическая операция «Автокресло детям». Ее цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. За время проведения акции сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов на водителей, которые нарушили правила перевозки маленьких пассажиров. Подробности в следующем репортаже. С 7 утра Евгений Дорожкин на посту. Стоит он около драматического театра. По этой дороге родители везут детей в детский сад. Старший инспектор проверяет, правильно ли водители перевозят маленьких пассажиров, сидят ли дети в автокреслах, правильно ли пристегнуты. Для Евгения главное не наказать водителей, которые нарушили правила, а предупредить травмы, которые могут получить дети во время поездки. Наши мероприятия направлены на профилактику, соответственно, самое главное в нашей работе. Ну и, соответственно, при выявлении данного административного пронушения, части статьи 19.29, части 3, то есть нами составляется административный материал, то есть наложение административных штрафов в размере 3000 рублей. По данным Всемирной организации здравоохранения, при использовании автокресла риск гибели ребенка при столкновении снижается минимум на 50%. Риск тяжелых увечий снижается на 17%, а ранений на 15%. В немецком Штутгарде за 5 лет не погибло ни одного ребенка-пассажира. В Израиле малышей не выписывают из роддома, пока родители не предъявят автолюльку. В Сарове ответственных водителей тоже стало гораздо больше. Пока мы снимали этот рейд, Евгений оснастил только одну машину, водитель которой перевозил 6-летнего ребенка без автокресла. Да и в целом, как нам рассказали сотрудники ГИБДД, недобросовестных водителей становится гораздо меньше. ГИБДД напоминает, нельзя перевозить детей на руках. Малыши до 7 лет должны ездить только в автолюльке или автокресле. Детей, которым исполнилось 7 лет, можно перевозить на заднем сидении легкового автомобиля и в кабине грузового без использования автокресел. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля обязательно использование автокресла до достижения ребенком 12-летнего возраста. После 12 лет на перевозку детей распространяются те же правила, что и на перевозку взрослых пассажиров. 13 сентября состоится Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям IT-Диктан 2021. Ее приурочили ко дню программиста. Все желающие смогут пройти тестовые задания разной сложности. Задача тестирования – оценить уровень цифровой грамотности. Задание опубликуют на официальном сайте it-defeast-diktan.rf. В день старта мероприятия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минцифра запустила приложение для автомобилистов «Госуслуги авто». Среди функций приложения – возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства в цифровом виде. Его можно будет предъявлять с экрана смартфона. Кроме того, до конца года в приложении появится возможность обжаловать штрафы за право нарушения, а также оформление европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Как рассказали в министерстве, приложение будет работать в пилотном режиме до конца года. В России начал работать новый образовательно-просветительский портал по финансовой грамотности «Мои финансы». Материалы портала, тексты, инфографики, подкасты и видео посвящены ответственному финансовому поведению, правилам ведения личного и семейного бюджета, долгосрочному финансовому планированию, оптимизации расходов, сбережениям, инвестированию, защите прав потребителей и общественным финансам. Посетители ресурса могут оценить свой уровень финансовых знаний с помощью цифрового помощника. Он определит пробелы в знаниях и даст рекомендации, как их исправить. Кроме того, не понадобится искать дополнительную литературу на разных сайтах. В разделе «Библиотека» собрали базу актуальных материалов для самообразования, которая подойдет как профессионалам, так и тем, кто только начинает следить за финансовым здоровьем. С 8 сентября портал «Мои финансы» работает в пилотном режиме. С 1 октября пользователям станет доступно больше возможностей. Впоследствии функционал портала планируют регулярно расширять и совершенствовать. Россияне, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, составляют не более 2% от всех заболевших ковидом в стране, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что таких пациентов не скрывают, но учитывают только случаи после 42 дня, поскольку к этому сроку иммунитет уже должен быть сформирован. При этом среди тех, кому потребовалась госпитализация, 90% не ставили прививки. Ранее Минздраве рассказали, что у вакцинированных коронавирус протекает легче. Глава ведомства подчеркнул, что прививка от ковида – самый быстрый и прямой способ снижения числа заболевших и смертности. За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 380 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 406 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 16 человек. Из тех, кто госпитализирован – два в тяжелом состоянии, четыре в легком, остальные – в средней степени тяжести. Лицея номер 3 и школа номер 14 победили в конкурсе «Серафимовская школа служения-2021». Проект лицея номер 3 направлен на улучшение маршрутизации и визуализации внутреннего пространства учебного заведения. Проект школы номер 14 – на оптимизацию работы школьной столовой. Подробности далее. В прошлом году в школе номер 14 установили новые умывальники и сушилки для рук, зеркала и мыльницы. Все это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Серафимовская школа служения». Уже тогда зародилась идея о том, чтобы дальше развивать и совершенствовать зону для питания. Поэтому в этом году на конкурс представили проект «Оптимизация работы школьной столовой». Суть этого проекта заключается в следующем – это изменение процессов обслуживания, то есть смешивания двух зон – зоны буфета и зоны раздачи, и плюс ко всему более рациональное расположение столов в обеденной зоне. Чертежи для проекта делала отдельная группа дизайнеров, а схемами и расчетами самого процесса внутри зоны столовой занимались учителя школы. Одно из главных условий конкурса – представить проект с использованием бережливого производства. Такая технология направлена на то, чтобы сохранить здоровье, время и силы учащихся. Этот проект связан напрямую с бережением здоровья учеников, потому что оптимизация работы школьной столовой направлена на то, чтобы ученики не остались без питания и без горячего питания. То есть процесс был оптимизирован таким способом, чтобы ученики правильно смогли получить свое питание, при этом затратив меньшее количество времени. На реализацию проекта 14-я школа получила грант в размере 1,5 млн. рублей. Работы по реконструкции столовой должны закончиться 17 декабря. Напомним, что конкурс «Серафимовская школа служения» проходит при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». В детской школе искусства два младых специалиста пополнили ряды педагогов. У преподавателей фортепианного и вокально-хорового отделений на новый учебный год много творческих идей и планов. Подробности в следующем репортаже. Занятия Надежды Бабиковой начинают с разминки. Ее воспитанница Даша в этом году впервые пришла на урок. Сейчас вместе с педагогом девочка вспоминает свой репертуар и пробует сыграть пьесу «Охота за бабочкой». Надежда преподает в школе искусств уже второй год. У молодого специалиста сейчас занимается 10 воспитанников. Они приходят на урок, когда только начинают заниматься, начиная со снов, с постановки рук, объясняя музыкальную грамоту, и потом постепенно мы начинаем какие-то пьесы изучать, усложнять постепенно, и вот каждый на своем уровне, по своим способностям к чему-то приходит. Выбрав музыку, Надежда Анатольевна исполнила мечту своей мамы, которая также училась в музыкальной школе на том же инструменте, но ее не окончила. Еще в восьмом классе Надежда поняла, что свою жизнь она свяжет с музыкой. Он будет утренний и светлый, и будет музыка в нем. Анна Александрова приехала в наш город совсем недавно. Это ее первый учебный год в роли преподавателя детской школы искусств. Она ведет хоровые дисциплины, а также преподает вокал. Молодой специалист закончила музыкальный колледж в республике Хакасия и Московский государственный университет культуры. Мои занятия проходят, начинаются с того, что я делаю дыхательное упражнение, упражнение на дыхание, упражнение на мимику лица, разогрев мышц лица. Затем приступаем мы к распеванию, разогреваем голосовой аппарат, вот, и потом уже приступаем к разучиванию произведения. Сейчас Анна Александровна знакомится со своими воспитанниками. Ее хор насчитывает более 50 человек. Отдельно занимаются еще шесть вокалистов. Стартовал новый сезон проекта «Читаем слух». Первую встречу посвятили жизни и творчеству Сергея Довлатова, которому 3 сентября исполнилось бы 80 лет. Одиннадцатиклассники зачитали отрывки из повести «Ремесло». Подробности в следующем репортаже. В советское время произведения Довлатова подвергались цензуре. За 12 лет жизни в Америке Сергей Донатович напечатал 12 книг. Но в Советском Союзе стал разрешенным только после смерти. В сентябре писателю исполнилось бы 80 лет. В честь юбилейной даты одиннадцатиклассники школ города прочитали повесть «Ремесло», которая рассказывает о начале журналистского пути писателя. «То произведение, которое мы сегодня с вами будем читать, оно не для средних умов, не для малышни. И оно пронизано и любовью к жизни, и, к сожалению, и где-то даже ненавистью». В проекте «Читаем слух» приняли участие 38 одиннадцатиклассников. Кто-то из ребят пришел сюда впервые, а кто-то уже не раз выступает перед публикой. «Первый раз я участвовала в восьмом классе. Сейчас я в одиннадцатом, я участвую второй раз. Я считаю, что это замечательный проект для учеников и детей. Мне он очень нравится». Благодаря проекту Анастасия Романова впервые познакомилась с творчеством Довлатова. Девушка признается, что для нее произведения писателя стали открытием. И она хочет познакомиться и с другими работами автора. «Мне бы очень хотелось познакомиться с Довлатовым побольше, побольше прочитать его произведений. Собственно, узнать, возможно, что-то о его биографии». Следующая встреча проекта «Читаем слух» планируется 12 октября. Ученики десятых классов узнают, чем закончилась история Штижлица в мае 1945 года. Они будут читать роман Юлиана Семенова «Приказано выжить». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и от всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 12 сентября там проходит «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 12 сентября с 10 до 18 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей!